Такой вопрос, первый личного характера, второй общественного характера. Хочу обратить внимание на недострой. Ты занимаешься этим недостроем компания ООО «Возрождение»? Да, есть там у нас часть этого недостроя. И скажите, пожалуйста, возможно ли, ну как человек кредитически подкованный, возможно ли на сессии Госсовета, я не знаю, или при помощи городских структур, например, поменять застройщика, но уже устроить один для авантажа, или еще с возможностью может быть расширение строительства, сделать два дома или больше этажей, но чтобы это достроили уже и людям передали эти квадратные метры. Мы не одни там. Вы купили там часть? Да, это еще родители покупки, понимаете? То есть люди уже они старые, и многие могут просто уйти не дожить до того момента, говорят, что это чуть-чуть. Как решаются проблемы такого характера? Этот человек, который начинал строить, он по документам может быть должен банкам, он может быть в заводе, он может быть должен таким людям, как вы, как считается, в инвестиционный донавод. То есть просто так взять решение Совета не надо. Это хозяйственный спорт, который должен решиться в хозяйственном цене, если есть субъекты, которые должны наоборот строить. Естественно. Но! Это долго, это годы. Это не решает проблемы. Поэтому, как это решать? Берется Советский, наводится автомобиль. И, допустим, к примеру, он строит инвестиционный донавод. И, допустим, к примеру, он строит инвестиционный донавод. Вот понятно, говорит, вы демонстрирует. Задача его хотелки сузить до того момента, чтобы устроил первую компанию, было выгодно начинать его достроить, чтобы он что-то заработал. Ну, конечно. Городу выгодно лишиться недостроя и лишиться проблемы, которые есть у нас. Мы много домов, таким образом, у нас нужно парить в две разы. По нас хватался, по наобещался и в итоге подсел. Мы потихоньку, там, и Денисенко забирал Толик со своей компанией, там, вот так, строительство, другие компании. То есть это все вопрос переговоров. Я не знаю, что нужно стрелать. Самое главное, чтобы это не было в залогах у банков. Потому что банк... Проверить это никак не возможно. Потому что человек, он как бы... Простодерк, например. Понимаете, что все? Если это все принадлежит банку, то банк не может отдать дешевле стоимость залога. Потому что у него тогда будут проседать подказатели, и его импульс лучше окажутся. То есть вот это будет сложно. Тогда он будет договариваться каким-то другим способом. Все это идеальные вещи, это, знаете, идеальные вещи. Все образователи. Ну, это понятно. Просто это то, что вся селектората, которая... Я себе это запишу. И еще такой вопрос. Важнейший вопрос, Геннадий. На просьбу наших жителей в свое время при помощи компании «Желстрой» начинал... Да, он пробил дорогу на Пушкинскую. Может, вы знаете, отсюда можно на Пушкинскую попасть буквально за пять минут. То есть по верху через гаражи проехать. То есть там буквально грузовка была сделана. Но были планы грандиозные. Так оно и не доделалось, так оно и осталось. Астерихов это человек, только человек обещаний у них. Когда приезжал, вот он общался, что якобы что-то будет делаться. Но вопрос не решается. Потому что там, например, проехать ту же самую скорую, пожарную еще... То есть все службы могут добираться сюда без вот этих всех пробок через Веснина. И это разгрузит это Веснина. А что тебе делать? А там твердое покрытие. Отсыпки нету. То есть еще сезон два, и это все просто нафиг уйдет. Надо сделать дренаж. Мы с вами, Ваня, с вами созвониться. Вы просто более спокойно выйдем и несколько посмотрим. Без проблем. Без проблем. Просто мы постоянно ездим. Многие знают про эту дорогу. Но она просто на простому штыку. И Жураховская приезжала. Мы с ней общались. Да, мы с ней общались. Жаль, что она не прошла, конечно. Вот от нашего депутата здесь, кстати, и не видим. То есть, если раньше была у нас Карелька, его тут была приемная... Карелька? Да. Карелька? Да. Карелька? Да. Карелька? Карелька. Карелька? Карелька. Нет, Карелька умер. Он был депутатом приема. Да, но мы его не видим. Ну как мы не видим? Карелька? Ну вот так вот. Он с людьми не проводит. Собраем толку от него. Никакого толку. То есть, вопрос еще... А какой? Он был в термице? Нет, это слуги там, служанки и все остальное. То есть, вопрос еще такой. Вы будете в горсовет, ну, проходить еще со своей партией или... Ну, это просто вы будете... Нет, нет. То есть, только мэр партии, все что есть, и там внутри и останутся до окончания своих полномочий. Ну, там же 70% они работали со мной или в городе. Ну, это хорошо. Ну, и мы рады вас видеть, что вы к нам приехали еще раз. Надо нам победить. Вы победите. Придете на выборы, все победят. Вы не правы. Вот я жила в этом доме. Рядом начали стоить инфодитов на своем одевании. Возьми же телефон. Да. В своем одевании. Да. Да, сказали. Да, да. Да, да. Пока ничего... Вот я сейчас сказал, молодой человек строит. Только раз пожаром было. Сколько всего? Ну, только пожар, чего жила, наверное, не было. В каком году? Ну, не помните в каком году? В лет десять тому назад начали строительство. Даже больше уже. Если не больше. Больше. Это... Это знаете, я сейчас вам как-то скажу. 2004 год помаранчивали в эликсию. Когда было? Вот тогда они закончили строительство. Прекратили, да? Прекратили, да. Так это уже семнадцать. Да, да. Лет пятнадцать. Ну, прошу. Хорошо. Венит Маркер. Не, он мне уже сказали. Да. А можно? Вы как от этих животных вместе остались? Вы не возражаетесь? Она лежит сильно. Это ее ребенок очень. Это моя датына. А ну, сфотографируй меня. А то пикинесс нет. Пикинесс нет. Пикинесс нет. Пикинесс нет. Шурик, это моя золотая датынка. А ну, нет. Сфотографируй. Девочка, ну пусть сфотографируй. Она подберет и сделает красиво. Я ж так хотела. Посложно. Четыре годника. А у меня два француза, два лаборатора. О, лаборатори? Пожалуйста. Ох. Сюри. Ну, ты же. Еще контрольные сделать или не смогут? Делайте и несколько. Спасибо. Спасибо. Удачи. Скажите, пожалуйста. Только победы нам. Только победы с Михаилом Марковичем, да. Вниз Махамед, мы точно поднимаем в них. Они очень будут золотые. Я хочу разобраться вообще, еще они состоят. Они состоят там по моему. Я уберу абонирскую плату. Я уберу абонирскую плату. Да. Ну вот. Это точно уберу. А это вообще абсурд. Да. Большое спасибо. Да. Приятного аппетита. Да. Приятного аппетита. Спасибо. Большое спасибо. Удачи вам.